Все, чем богата наша малая родина, все, чего добился муниципалитет, это заслуга прежде всего самих славянцев, наших земляков. На торжественный прием главы Славянского района для того, чтобы чествовать за их труд, были приглашены лучшие из лучших, чей вклад в развитие города и района трудно переоценить. Подробности в нашем следующем репортаже. Славянский район один из лучших на Кубани. Плодородный и красивый он стал родным домом для всех его жителей. Именно они своим трудом, достижениями и победами во всех отраслях творят настоящую историю этой благодатной земли. Наверное, каждый по мере своих сил вносит вклад, но есть и самые достойные, кто заслужил особые слова благодарности. Они были приглашены на торжественный прием. Глава Славянского района Роман Синеговский сердечно поздравил всех собравшихся с праздником и пожелал им всего самого доброго. Он подчеркнул, что Славянский район всегда гордился своими заслуженными земляками. Ветераны труда и ветераны Великой Отечественной войны, которые трудились до нас, и те люди, которые трудятся сейчас, это, конечно, наша гордость. И, как было уже сказано здесь, это правда, здесь присутствуют в зале лучшие из лучших. Это те люди, которые, наверное, своими талантами, своим трудом действительно помогают нам все вместе развивать Славянский район. Ну, наша задача – сохранить то, что есть, двигаться вперед. Ну, и самое главное – это воспитать наше подрастающее поколение на тех примерах, на ваших примерах, потому что нужно у кого-то учиться. Каждый год славянцам, которые внесли большой вклад в социально-экономическое развитие района, присваивается звание «Почетный гражданин муниципального образования Славянский район». И торжественный прием – это как раз время, когда принято объявлять имена лучших людей муниципалитета. Этот торжественный день стал доброй традицией. Мы присваиваем почетное звание нашим землякам. И сегодня решением 62-й сессии Совета муниципального образования Славянский район от 15 августа 2020 года – почетное звание «Почетный гражданин Славянского района» присвоено Дрееву Филиппу Ананевичу. Фронтовик, участник освобождения Донбасса, труженик, активный общественник Филипп Ананевич Дреев достоин этого звания. Имя ставшего почетным гражданином района Владимира Григорьевича Праха, успешного и талантливого руководителя, также много говорит славянцам. Мне пришлось жить в таком хорошем городе и районе, как Славянский район, и город Славянск на Кубани. Работать всю свою жизнь, добиться, чтобы вы слышали, что есть такой кирпич в Праговске. Дело в том, что нам пришлось в 97-м году спасать город от затопления, и нам пришлось строить сбросной канал, использовать тот вынутый грунт и делать Праговский кирпич. Трудовой путь известного ученого, селекционера Риса Григория Леонидовича Зеленского, также тесно связан со Славянским районом, почетным гражданином которого он стал. Здесь он родился, учился в техникуме, работал в колхозе, отсюда ушел в науку. Мои земляки заметили и отметили такой наградой удостоверение номер 31 на такой огромный район, столько здесь работающих. Вся моя работа и практически вся жизнь связана с рисоводством, с созданием новых сортов. Я их уже создал больше 30, 22 внесены в реестр, и есть из них выдающиеся сорта, которые действительно заняли большие площади. И не только у нас, например, сорт-лидер, 75% площади занимает в Казахстане. К поздравлениям присоединился и глава Славянска на Кубани Александр Берсенев. Я рад всех поздравить с таким хорошим и достойным праздником, пожелать тоже всем мира, добра, здоровья и удачи. А нашему городу процветания. Красная лента почетного гражданина Славянска на Кубани была вручена ветерану административной работы Александру Тыщенко. Постоянно занимался вопросами благоустройства, санитарного порядка, заботой об интересах наших граждан. Многие годы, вместе со своим коллективом. Я благодарен руководству города, совету депутатов за оценку моего труда, за высокую оценку моего труда. В прошлом году на 95-летие района 25 наших земляков были награждены учрежденной тогда медалью за вклад в развитие Славянского района. На приеме еще пятеро славянцев были удостойны этой награды. В их числе Галина Сегайло, заместитель главного врача Славянской центральной районной больницы по детству и родовспоможению. Я очень благодарна. И прежде всего, это награда, конечно же, всего коллектива Славянской ЦРБ. Потому что я руковожу службой, которая отвечает за самое дорогое. Это здоровье детей и женщин. И поэтому наш коллектив очень большой, который оказывает помощь детям и женщинам. И все они трудятся и стараются. И это награда. Их тоже. Участникам торжественного приема главы района, чьи имена занесены на районную доску почета, были вручены благодарственные письма и памятные подарки. Первым был награжден ветеран Великой Отечественной войны Василий Васильевич Вертель. Спасибо, что нас не забываете, ветераны войны. Я от своей души хочу вам пожелать добра, успехов, а самое главное – здоровья. В числе награжденных были учителя, врачи, работники культуры, аграрии, производственники, представители сельских поселений, общественники. Артисты городского дома культуры совместно с народным мужским ансамблем «Самородок» подарили всем свое творчество и прекрасное настроение. И пусть учащается наш пульс, начинается наш путь, начинается песня нам жить, этот воздух степной бить, и по звездным морям быть, и смертным быть. У славянцев день города и района – один из любимых праздников. В этот день каждый из нас испытывает настоящую гордость за то, что живет здесь. И можно быть уверенными, что пока есть у нас самоотверженные труженики и настоящие патриоты своей малой родины, все будет идти хорошо, а город и район будут развиваться и благоустраиваться. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События». Андрей Вишнев, Игорь Вишнев, Игорь Вашка «Садра»